Пустые полки начинаются. Что у нас здесь? Табличка «Товар в пути». Подобные видео несколько дней назад стали главной темой для обсуждений. Вид пустых полок в супермаркетах, в том числе и в Москве, заставил задуматься о проблеме коронавируса даже заядлых скептиков. А тут была туалетная бумага. Была. Крупы, туалетная бумага, антисептические средства. Судя по подобным видео, предметы первой необходимости пользовались повышенным спросом. Отголоски продуктовой истерии были слышны на Смоленщине уже 18 марта, аккурат в день обращения губернатора области. В Десногорске соцсети стали ареной для споров тех, кто не мог найти вожделенные продукты ни в одном магазине и тех, кто этой проблемы даже не заметил. «Люди, что вы делаете? В магазине даже в Якимовичах нет гречки. Вы что, к войне готовитесь?» «Раскупили все. Лежали только макароны из круп и из мяса только фарш и куриные грудки. Остальные холодильники были пусты». «Люди, ну какой голод! В магазинах есть все. Ну что за паника?» Сводками с полей стали видео из магазинов Десногорска. Но о масштабах продовольственного кризиса и вообще о его наличии по ним судить было сложно. Тот самый момент, когда каждый видит то, что хочет видеть. Сегодня, спустя чуть более недели, тема нехватки продуктов далеко не в топе обсуждений горожан. Был ли дефицит на самом деле и где именно, уже мало кто припомнит. «Все хорошо. Людей вообще не прибавилось, не уменьшилось. Все стабильно. По товару все есть. Каждый день у нас идут поставки». «У нас ничего не поменялось. Паники среди покупателей нет. У нас все есть в наличии. Все в обычном режиме». Небольшой магазин у дома или супермаркет, если где-то и была сиюминутная нехватка продуктов, то значимость этого, похоже, была преувеличена. Но в условиях сложной эпидемической ситуации этого оказалось достаточно, чтобы стать триггером панических настроений. Не верьте слухам и доверяйте только официальной проверенной информации. И она в большинстве своем не в социальных сетях. «Смотри, что творит. И он это снимает, якобы это последнее, и он все покупает. Вот из-за таких кризис у нас и наступает. Смотри. А теперь он все назад будет раскладывать. Нормально?» Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ